Покупать на Алиэкспресс безопаснее с АлиТулс. Рейтинг доверия продавцов, история цен, популярные видео обзоры. Не дайте себя обмануть. Всем добрый вечер, особенно ценителям потратить свои деньги и свободное время на игры. Сегодня я расскажу, что можно купить за мамкины деньги из достойных видеокарт. Да так, чтобы вы смогли запустить современные игры, ну хотя бы на высоких настройках графики в разрешении Full HD. Видеокарта сегодняшнего обзора это Asus GTX 750 Ti Strix, версия с технологией 0 дБ, но об этом чуть позже, пока уточним стоимость этой карты. А это 140 долларов, 8 тысяч рублей или 3 400 в родных гривнах. Не будем тянуть резины, перейдем к комплектации и изучению внешнего вида карточки. Итак, у нас явно небольшая коробка со всевозможными надписями и маркировками и судя по информации, можно сразу определить, что перед нами версия Strix с обновленной системой охлаждения для серии чипов 750. Вообще в упаковке сразу попадается на глаза еще один картонный кожух, внутри которого находится сама видеокарта небольшого размера с ладонь и далее в чуть нижней части нашлась инструкция пользователя на русском языке, также всяческая макулатура вроде изучения продукции от Asus и, разумеется, драйвера с утилитами по разгону и мониторингу на отдельном диске. Моё мнение об виденном следующее. Жаль, конечно, что в комплекте не нашлось переходника под VGA мониторы. Если вдруг у вас монитор только с VGA портом, то вам придется, конечно, докупать такой переходник. Но потом, если вспомнить стоимость самой видеокарты, сразу становится ясно, почему такая минимальная комплектация в целом. Ну да ладно, перейдем к изучению внешнего вида карточки. Сразу скажу, что бросается в глаза. Это размер и отсутствие коннектора для дополнительного питания. А что это значит, спросите вы. А это хорошая новость для людей со старыми блоками питания 350-400 ваттники. Короче, вы сможете без проблем подсоединить видеокарту в свой ПК без лишних кабелей, ведь все питание, что необходимо для работы 750 будет передавать сам порт PCI-Express, а это примерно 75 ватт. Далее, разумеется, нельзя не сказать о технологии 0 дБ, которая делает Asus Strix, пожалуй, полностью бесшумной, останавливая вентиляторы в ноль. То бишь, если вы не играете в игру, кулера на карте совсем не работают, а ждут нагрева чипа примерно до 50 градусов и уже тогда они запускаются и начинают работать, охлаждая радиатор. Чуть не забыл о количестве видеопамяти 2 гигабайта, но есть версия на 4, но она уже стоит дороже, разумеется. К слову, две буквы OS на коробке как раз и означают, с английского overclocking, что переводит звучит как предельный разгон. Вот такие дела в общем. Что еще можно сказать про 750 Strix? Пожалуй, только то, что данная видеокарта весьма красиво выглядит. Стилизирована под всю серию Strix, радиатор, на мой взгляд, средних размеров с двумя широкими тепловыми трубками. И сама печатная плата очень хорошо выполнена и напичкана компонентами силового блока, вроде как всевозможными транзисторами, резисторами с долгим сроком службы. К слову, гарантия от производителя 3 года, что уже радует. В общем, на этом моменте пора вспомнить о самом главном, собственно, для чего приобретается видеокарта. Итак, поехали. Все игры стимовские и все глюки-просадки исключены. Начнем с самых требовательных игр и закончим самыми популярными и непрожорленными, вроде танков или CS GO. Но сперва GTA V на высоких настройках графики и в разрешении FullHD, разумеется. Судя по увиденному, как вы заметили на видеокарте ASUS 750 Ti, вполне можно комфортно пройти игру и даже не париться про жуткие просадки FPS, до 15-20 кадров и тому подобное. Это просто невозможно, поверьте. В моем случае можно достигнуть даже 60 кадров в секунду, это вполне отличный результат за эти деньги, как по мне. Можно, конечно, выставить даже на ультрах, но будет 40-45. И особо в графене вы не увидите разницы, а вот желанные 60 вы не получите. Напомню, что все игры тестируемые мною без сглаживания, иначе какое там сглаживание с двумя гектарами видеопамяти. Это разве что в контре подойдет и лифт доте прокатит. Едем далее, у нас всеми любимый и гипертребовательный Ведьмак 3. Игру я уже прошел давно, короче тут ситуация следующая. Да, играть можно на высоких настройках графики, да, можно проходить игру, но все же хотелось бы немного больше FPS, хотя бы 30-ку. Если, скажем, слегка понизить графику до средних, то уже совсем иное дело. Мой личный вам совет, если будете играть в Ведьмак 3 на этой карте, то лучше ставите средние текстуры, но со всеми спецэффектами, хотя это уже дело вкуса. Третьей игрой у нас будет Радуха 6 Асада. Это не CS GO и тут все серьезно. Те, кто рашит на радуге, те первые наблюдают тимплей из мертвой зоны. В тот день, как я начал в нее играть, я забыл про контру и она уже мне напоминает детский сад с кучей нубов. Короче, ситуация та же, что и с Ведьмаком 3, если играть на высоких, то FPS выше 45 не прыгнет. А вот при установке на средних, тут вам уже и желанные 60 и даже слегка выше. В общем, если побаловаться с настройками, то можно, думаю, вытащить на средне-высоких показателях 50-60 кадров в секунду. Я не мог забыть про любителей автосимуляторов и установил Project Cars. Все опции на высоких настройках, как и обещал, результат меня очень порадовал. Можно играть в 60 FPS плюс. Это идеальный показатель для всех гонок. Иначе в 30 FPS уже совсем не то, признайтесь. При этом графен на высоких очень крутой, как вы видите. Красивейшая детализация машин и спецэффектов однозначно советую залить сию игру. Честно, не жалко денег за лицензию потраченных. Ну а теперь хиты всех времен и народов. Танки и CS GO. Начнем с танков. Я небольшой поклонник этой игры, но прислушался к мнению людей. Вы сами все видите на экране. Графика на высоких, спецэффекты, Full HD, все дела. Запускаем карту и вуаля. 78 FPS в замесах. Результат, как по мне, очень хороший. Нагрей видеокарты не выше 60 градусов и это в жаркое лето в закрытом корпусе с одним вентилятором на выдув. Для людей, кто рубится в World of Tanks, часто, думаю, идеальной связкой будет Proz Pentium 2 ядра или i3 плюс эта карточка. Этакое оптимальное решение. И напоследок, да, на самое контракт Global Offensive. Тут можно даже выставлять ультраграфику, и сглаживание и все равно меньше 150 FPS вы не увидите. На высоких настройках графики 200-220. Если подкрутить сглаживание и ультра настройки, то 140-150 и тогда картинка просто сказка. Также людям, кто хочет собрать себе комп для танков и CS GO, рекомендую именно присмотреться к этой недорогой видеокарте. Я словно ветер не бросая. Сам купил эту карту и мне никто не подарил ее. Просто я лично доволен потраченными деньгами. Каждый рубль отработала эта видюшка. Ты такой смешной! Боже, ты такой смешной! Звонила твоя мама и Петро Сиан. Говорят, что у меня посмеялся. Я посмеюсь из уложения. У меня все же недостаточная. Я тебя не слышу, у тебя в выворку! Итак, народ, мои выводы. Плюсы и недостатки. Начнем с недостатков. Жаль, что комплектация очень минимальная, хоть и цена невысокая. Но хотелось бы хотя бы стикер, наклейку на корпус или переходник под DVI. В целом, даже не знаю, какие еще минуса назвать. Но возможно это 2 гектара памяти, хотя это уже мои проблемы, можно было доплатить и взять на 4. Но от толку, если вроде и так все нормально работает. Из плюсов отмечу невысокую стоимость видеокарты от Asus, красивый дизайн карточки, также прикольная интеллектуальная система охлаждения по надобности. Еще приплюсую, что нет необходимости в дополнительном питании от блока, все работает от слота PCI. И разумеется, самое важное, хорошая производительность за эти скромные деньжата. Да, можно играть, проходить с этой картой в современные игры на высоких средних настройках графики. И не переживать, что игры не стартанет или и будут просадки до 10-15 фпс. Я лично остался доволен покупкой и не смог с вами не поделиться. Если вас интересует цена на обозреваемую карту, я в описании под видео все оставлю. Плюс свой конфиг подробно пропишу. И еще раз всем спасибо за просмотр этого видео. Желаю всем пройти Ведьмак 3 на высоком уровне сложности и хорошо провести это лето за Dark Souls 3. Всем добра, хорошего настроения и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok